всем привет с вами канал артмания и сегодня у нас обзор моей даче в огласе смотрите как солнышко светит вот начну я с пионов также кто досмотрит до конца в конце я покажу очень красивый большой куст розы вот пиона конечно уже побила дождем нужно было раньше снимать здесь у нас растет морковка такая прям реденькая помидорки у нас уже конец почти что июня вот но выйдет ролик прям совсем в конце июня не получилось мне снять заранее в начале июня были дожди холодно здесь у нас маки остались такая головка уже клубничка там кстати очень большая крупная такая прям во влоге в каком-то я показываю тут пион у нас остаточки еще помидоры но помидор у нас хорошо расходятся в семье и еще помидоры это у нас парники кстати раньше когда еще был жив дедуля мы все эти парники накрывались стеклами рама со стеклом полностью там у нас все это росло потом это все стало очень тяжело и мы перестали их просто выкинули увезли город так там у нас участок соседей кто помнит в прошлом году я говорил это был наш участок мы его продали в прошлом году вот этого всего конечно там не было у нас там огромная плантация клубники и немножко по бокам земли еще там всякое так вот здесь 9 9 сил нас растет 9 сил в комментариях кстати напишите какие 9 сил там есть в нем как тут у нас туалет душ и два сарая здесь у нас огурчики ну помидоры мы больше любим дрова тут у нас плитка какая-то здесь у нас есть мята клубничка крыжовник чеснок чеснок дикий вот это вот этот чеснок сажали здесь а вот еще и лук тоже есть плантация грядка вернее морковка тут более хорошо здесь кстати куст рукколы есть пион розовый такой как ежик мохнатый груша кто смотрел кстати предыдущий обзор у груша была вся абсолютно в цвету то сейчас осталось очень мало грушек они в основном у нас заболевают вот такая вот черная болезнь на них появляется и она их просто убивает полностью вот кто более слабые груши они видимо ею заражаются кто вот посильнее вот видите груш большая она нормальная то есть она выходит хотя дерево там было полностью в цвету прям большое такое вот но все равно очень много груш попадало вон они лежат палочки разные здесь у нас малина черная сморозина совсем чуть-чуть уже и почти не осталось за многие многие годы так здесь у нас сад боком боком я шла специально для тех кто не видел еще мою дачу чтобы вам осталось немножко в конце поинтереснее чтобы было огромный сад занимающий половина дачи мы сейчас к нему тоже придем здесь у нас дикий чеснок кстати дикий очень вкусный ну дикой то что дикой все очень ароматно и почему-то и вкусная груш ну груши кстати вот видите вот одна там вот маленькая на не пойдет 2 то есть на ветке остается так две-три груши меня кто-то спрашивал как расскажите в будущем как вы будете избавляться от некоторых груш круж она сама избавилась от тех груш которые не нужны они просто попадали вот они видите вот она почернела маленькой груши и все и таких вон палочек тут много он они вот это ты это здесь по муравейник вот пожалуйста она вся черная сейчас их уже особо не видно а до этого прям вот было прям очень очень много вон там она тоже вот кстати на травке здесь трава кстати никто никогда не стрижет и она очень пышная такая хорошо прям растет в принципе груша сама избавилась ей помогать не нужно она у нас вообще очень самостоятельная в отличие от яблони вот яблони да им надо помогать он они два яблока на одной палочки там или веточки растут одно яблоко надо убирать здесь тоже вон по три даже он сейчас покажу а вот видите сбоку с правой стороны маленькая и два больших то есть маленькая надо убирать либо она сама отвалится либо убираешь его уже можно проходить убирать или вот тоже вот тоже два маленьких то есть два обычно мы с ведерком ходим и убираем их лишний что потом здесь на газоне их много валяется сейчас ребенок собирает раньше приходилось все это граблями собирать неудобно так здесь у нас черная смородина пытается прижиться много малины вот это у нас виноград будет тут перчик перчики уже растут уже перчик 2 ничоси как они быстро весь виноград маленький еще кстати очень сладкий очень вкусный первый раз он когда наплодил был без косточек мы так обрадовались что ничего выплевывать не придется а на следующий год уже с косточками там что-то нету с той стороны должна была быть мята здесь ванная сад шикарнейший вот здесь тоже раньше были яблоньки когда-то стояли но потом по всяким причинам они старели ломались и их убирали даже не знаю если у нас когда-то был вишневый сад с этой стороны но тоже с ними что-то произошло здесь ванная кто-то плавает что ли а листочек виноградьба виноград такой малюсенький это вообще маленький что-то в этом году долго будет есть вот тоже можжевельник что не помню как он называется здесь маленькие фиолетовые ягодки такие овальники а вон есть она покажу вот красивая а ну вот до мяты есть она вот она оттуда во вон она вот она ж до кода идет это у нас мята плантация тут кстати у соседей у них прям все четко в рядочек ни единого сорнячка нету прям стараются так здесь у нас крыжовник так он там кстати этот дельфиню дельфиню цветочек синенький такой ярко-синий красивый очень нравится мне здесь у нас хрен тут у нас жасмин но он уже отцвел но у соседи кстати он еще цветет видимо поздний может быть посадили поздно вот от росточки да очень кстати пахнет вкусно у него белые такие цветочки такие вот они беленькие полностью он такой в цвету как раз середине июня увидеть если то это жасмин его можно добавлять в чай очень-очень ароматный так вот тут у нас кстати тоже мята выросла здесь у нас доски их пилить надо а еще кстати у нас есть знаете чё а вот тут кстати тыква мы ее на рынке купили во влоге наверное вы видели это у нас еще мелиса есть но она очень плохо растет там второй кусочек рядом с укропом а и третий кустик вот еще вот три даже кустика рассадим она очень что-то плохо растет просто ужасно плохо не знаю почему здесь бочка мы ждем всякое сейчас я вот так сделала мам ну не ходи ты там как много начинаю снимать сразу все бегут так это у нас корявая вишня ой ниш и не вишни слива слива там такая она корявообразная а птицы как поют надеюсь вам слышно как они поют ну и вот это все остальное у нас получаются яблони один два три четыре пять шесть семь восемь яблони девять девять яблонь очень очень много здесь яблок у нас вот очень-очень много яблок но они как-то плодят так то одна часть яблони то другая часть яблони короче вот как-то так но очень много раньше мы выкидывали вот это как раз вот яма здесь а потом начали сушить этих там наберешь килограмм пять высушишь там получается килограмм очка очень очень красиво я знаю что вам нравится очень любоваться на наш сад сам его очень очень любим когда-то здесь не было газона была голая земля было не очень конечно было не очень хорошо так здесь у нас тоже пиончики а знаете что вдоль забора вон там он сейчас покажу вот это вот штучка зеленый это татапинамбур татапинамбур груша земляная так пионы здесь маки есть кстати зеленая яблоня здесь поздняя она уже позже всех появляется когда опять начинает хочется яблочков и тут как раз она поспевает здесь у нас тоже яблонька растет вот это вот кстати вот это вот яблоня жигулевская там у нее огромные красные яблоки просто огромные подписывайтесь на нас и вы их увидите в конце лета в августе как раз в сентябре так тут у нас красная смородина здесь раньше была черная но она может быть замерзла зимой не знаю что с ней произошло по-моему только один костик остался тут соседская дача здесь у нас еще клубника плантация целая и малина вот она малина это клубника а еще тут черная смородина смотрю да 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 точно вот это тоже черная смородина тут васильки вон там кстати ландыши они очень кстати ландыши быстро разрастаются если у вас допустим часть участка брошенная можете ландышами засеять они они уже все уже не цветут только один раз так ну давайте сюда перейдем там у нас кстати еще какой-то а малина здесь у нас облепиха она кстати у нее крупные ягодки и сладкая представляете она реально сладкая не кислая а сладкая вообще классно вот это вот так здесь у нас елочки сосны елки не знаю как они называются правильно сколько у нее шишек в этом году офигеть но этих шишках ничего нет почему-то вот мангал наш здесь мы недавно шашлыки делали так так а там у нас а там у нас малина есть и цветы а цветы розы там да здесь у нас белые пионы остатки жалко такие красивые были не знаю там может быть я ролик какой-то снимала если снимала скорее всего я вставлю вам сейчас вот кусочки они очень красивые были там у нас ромашки баклажаны по-моему здесь герани ну короче цветы сад с этой стороны ой запахи такие щас тут у нас укропчик короче вот так дача не такая большая стала так вот здесь у нас белая роза такая вот смотрите красивая вот тут она прям вот смотрите нежная нежная такая как будто знаете или вот здесь вот как будто махровая какая-то мята здесь у нас мята там тоже пионы еще это черемуха сирень там но хотела вам показать не эту розу а другую и сейчас я вам ее покажу полюбуемся с вами вот этой розочкой она наверное будет таких же размеров как та и как обещала я вам показываю розу в конце посмотрите какая она красивая много-много-много роз а пахнет возле нее как представляете кустовая роза огромный-огромный куст как раз вот она наша прошлая дача в прошлом году мы продали ей естественно продали вот эту вот шикарную розу бабуля ее пересаживать не хочет или пытались не помню уже вот очень красивая роза но на нее будет кстати фон вы сможете еще полюбоваться фон будет хорошего качества поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал понюхайте кстати как она пахнет после двух тысяч подписчиков уже камера может передавать весь аромат который записывает поэтому наслаждайтесь нюхайте тут бутончик там всякие букашки пищат ветра сегодня почти нету вот подписывайтесь смотрите наши другие ролики наши влоги как мы с сыночком живем путешествуем отдыхаем занимаемся развиваемся также смотрите другие обзоры на продукты технику разные блютуз наушники видеокамеры много много всего интересного подписавшись не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить ставьте лайк обязательно пишите комментарии как вам понравился обзор моей дачи или нет обязательно напишите и всем пока пока с вами был канал артмания